Жители Даугапилса призывают принять участие в опросе и оценить культурное предложение города, а также готовность участвовать в разработке программы «Культурная столица Европы» 2027 года. Помимо Даугапилса, в этой программе намерены принять участие Лепая, Кулдыга, Юрмала, Цессис, Елгава и Екапилс, которые также претендуют на международное признание и финансирование, благодаря чему станут возможны многие позитивные преобразования в культурной жизни. Данный опрос важен не только для участия в программе «Культурная столица Европы», но и для оценки культурного предложения в городе. Обобщенные в ходе опроса данные будут использованы при разработке программы развития культуры Даугапилса на 2021-2027 год. В 2014 году титул «Культурная столица Европы» достался городу Умео в Швеции и Риге, а теперь такая возможность появилась и у Даугапилса, богатого своим культурным, художественным и историческим наследием. Если Даугапилс решит принять участие в данной программе, то заявку нужно будет подать до начала июня этого года. В настоящий момент мы собираем идеи, которые фиксируются в Управлении культуры. После мы будем смотреть, какие именно предложения могут быть включены в программу «Культурная столица Европы», и мы однозначно свяжемся со всеми активистами. Будем смотреть, как эти идеи можно развить. Может быть, будут созданы новые модели сотрудничества. Если мы получим титул «Культурная столица Европы», то мы будем думать о том, как привлечь реальное финансирование на воплощение этих идей в жизнь. В случае позитивного хода программы для Даугапилса город сможет попасть во второй тур, который будет продолжаться до весны 2022 года. А летом того же года станет известен «Победитель». Таким образом, город-победитель сможет в течение пяти лет реализовать обширную программу преобразований в самых разных отраслях культуры, претендуя на финансирование из государственных европейских источников. У города будет целых пять лет, чтобы подготовить достойную программу «Культурной столицы Европы» и найти необходимое финансирование. Источником этого финансирования однозначно будет не только городской бюджет. Город, получивший статус «Победителя», сможет претендовать на поддержку государства Европейского Союза, получит возможность включиться в разные проекты по финансированию. Согласно идее организатора программы Европейского Союза, важным в данном процессе является не то, какой именно город вступает в борьбу за титул «Культурной столицы Европы», а то, что может измениться в случае победы конкретного города. Поэтому важно узнать мнение как можно большего числа жителей и постоянно гостей города. Сделать это можно, заполнив анкету на сайте городской думы до 22 февраля. Помимо опроса, в рамках программы «Культурной столицы Европы» 2027 года запланированы тематические мероприятия и семинары, ближайший из которых пройдет 5 февраля на платформе Zoom с участием известного эксперта в сфере инноваций Виты Ибраковской. Информация и регистрация на этот и другие семинары вскоре появятся на портале daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до Агупилской городской думы.